Татьяне Никите Кокаревым еще повезло. Они расписались перед самоизоляцией. На регистрацию брака разрешили позвать только самых близких. Свадебный праздник пришлось перенести на июнь, несмотря на предоплаты за торжество. Когда мы ездили расписываться, еще не было этого почти в России. Только так сказали, что много народа не было, чтобы их не закрыли и все. А так еще пока. Мы думали, что и в апреле получится свадьбу сыграть. Больше 600 пар в регионе планировали жениться весной, но планы не осуществятся. Расписать молодоженов могут лишь по факту беременности и другим экстренным обстоятельствам. Разрешат регистрацию в ЗАГСе очно, но без присутствия гостей в строго отведенное время с 8 до 12 дня. Онлайн-режимы регистрации государственной не предусмотрены. В настоящее время разрабатывается проект закона, который смог бы реализовать суперсервисы регистрации онлайн. Это утрата близкого человека и рождение ребенка. Свидетельства о рождении, смерти, браке, разводе и другие можно получить в ЗАГСе только очно. Заявление подают на сайте госуслуг, там назначается дата приема. Что касается разводов, если они произведены через суд, то их переносят. Но если пара разводится через ЗАГС, он будет оформлен. Пока в регионе всплеска разводов нет. В основании говорить о том, что разводов стало больше, их нет. Март у нас показал снижение к прошлому году на 15% количество расторгаемых браков. Если в 2019 году их было 870 в крае, то в марте 2020 года 738. Ну и за три месяца у нас тоже там снижение достаточно серьезное. На время карантина ЗАГСами организована дистанционная психологическая поддержка пар для профилактики разводов. И пока самоизоляция в силе у семей, в которых что-то не клеится, есть возможность помириться самим. А у молодоженов время подумать, готовы ли они вступать в законный брак. Полина Жданова, Илья Халяпин, Николай Шелко. День с толком.